Виталий Кармазин Дружище, меня не снимали Я не твой дружище, слышишь? Я тебе еще раз И что будет? И что будет? А будет вот, что сначала боксерская двойка в лицо, затем еще серия ударов Так покупатель оружейного магазина в Краснодаре отреагировал на попытку общественных активистов поснимать внутри торговой точки А ведь они могли договориться, но диалог все не получался Каждую из сторон интересовал исключительно свой вопрос Одного оппонента, зачем ты меня снимаешь, второго, ты что делаешь? Затем я снимаю, что делаешь, а? Затем я снимаю Казалось бы, прекратившаяся на секунды драка все же закончилась мощным нокдауном Общественный активист, который оказался еще и журналистом, был повержен На место сначала вызвали сотрудников Росгвардии, затем и полицейских Инцидент произошел в одном из торговых объектов города Краснодара На место конфликтной ситуации немедленно выехали сотрудники полиции Материал зарегистрирован в установленном порядке Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение Приехавшим сотрудникам успокаивать пришлось всех Участники инцидента словно не понимали, что вообще-то находятся в оружейном магазине И тут показания участников драки начали резко расходиться со снятым видео Пока кулачный боец давал показания полицейским, общественные активисты рассказали, что вообще делали в магазине оружие Оказывается, они проводили контрольную закупку Пытались приобрести газовый баллончик и выявили нарушение Продавцы якобы переписывали паспортные данные покупателей А когда активисты указали на это, расхотели общаться А вы тоже откажетесь, да, продать баллон газу? При предъявлении паспорта Вот у вас может? Предъявите? Да Нет, переписывайте ничем не предусмотрено Это незаконно Тогда отказывают Вы знаете, что собирание и распространение персональных данных запрещено? Слушай, давай полицию вызывай, собирание персональных данных незаконно идет Что? Юристы говорят, это действительно спорная процедура В законе об оружии указано, купить газовый баллончик может лишь совершеннолетний возраст Проверяют по паспорту, но о том, что при этом записывают данные, ни слова К сожалению, на практике мы видим обратную ситуацию Да, у магазинов есть обязанность представлять в органы внутренних дел Сведения о покупателях гражданского и служебного оружия и боеприпасов к ним по определенной форме Однако в форме не содержатся графы с указанием именно паспортных данных Впрочем, конкретно в этом споре активисты, которые отстаивали свои права с камерами В итоге наткнулись на человека, который защищал свои права кулаками И вот что интересно, эта драка, в которой вынуждены были разбираться сразу несколько нарядов Произошла в Краснодаре еще в январе, но авторы видео выложили его в сеть интернет только сейчас Собрав за пару дней более сотни тысяч просмотров Ради какой цели общественники пришли снимать в этот охотничий магазин, не совсем ясно Но ощущение такое, будто что они искали, то и получили Съемка в нашем магазине запрещена, я сейчас нажимаю тревожный кнопок Это уже интересно, это хорошо Виталий Кармазин и Софья Софийская, Вести, дежурная часть Субтитры сделал DimaTorzok